Имя этого актёра сегодня на слуху. Артист органично смотрится и в комедийном жанре, и в военных картинах, и в мелодрамах, и в приключениях. Фильмы с Константином Хабенским вызывают неизменный интерес. Театральные спектакли тоже имеют широкую аудиторию. Благодаря таланту и харизме на сегодняшний день он считается самым высокооплачиваемым актёром российского кино. Детство и юность. Родился Константин Хабенский в Ленинграде 11 января 1972 года. Отец Юрий Аронович был инженером, мама Татьяна Геннадьевна работала преподавателем математики. Помимо Константина в семье подрастала старшая дочь Наталья, впоследствии она сделала карьеру певицы. Одно время была солисткой еврейского музыкального ансамбля. В начале 80-х годов Хабенские жили в Нижневартовске. В детстве парень увлекался футболом, ходил в секцию бокса. В своих мечтах мальчик видел себя пожарным, моряком или космонавтом. Об актёрской профессии он даже не задумывался. В школьные годы Костя увлекся музыкой. С друзьями-неформалами он частенько выступал в подземных переходах, исполняя песни Юрия Шевчука и Константина Кинчева. После восьмого класса по настоянию родителей Константин поступил в авиационный техникум, приборостроение и автоматики, но выдержал только три года учёбы. Его тянуло в творческую среду. Местом, где парень нашёл для себя отдушину, стал недавно организованный экспериментальный театр «Суббота». На его подмостках Хабенский впервые ощутил интерес к актёрской профессии. Для того, чтобы самостоятельно обеспечивать себя в это непростое время, парень устроился монтировщиком сцены, затем начал подрабатывать дворником. Следующим шагом в биографии Константина стало его успешное поступление в театральный институт. Студические годы оказались у актёра насыщенными и плодотворными. Тогда же на одном курсе появились и лучшие друзья Михаил Пореченков, Андрей Зибров и Михаил Трухин. Молодые люди славились своими розыгрышами и шутками. Нередко парни устраивали небольшие представления на улицах города, ходили на руках по Анечковому мосту или прыгали на спор в холодную мойку. Дружба, которая возникла между актёрами в молодости, сохранилась и по сей день. Личная жизнь. Известно, что в 1999 году актёр познакомился с журналисткой Анастасией Смирновой. Роман развивался неспешно. В 2000-м они узаконили отношения. Свадьбу молодые люди не праздновали, в ЗАГС они пришли в повседневной одежде, да и торжественный ужин не задался. Оба оказались заняты на работе. В 2007 году у Хабенских рождается сын Иван. И с этим событием приходит тяжёлая новость о смертельной болезни Анастасии. Российским и американским врачам не удалось справиться с раком головного мозга жены Хабенского. 1 декабря 2008 года женщина умерла в Лос-Анджелесе. Сегодня старший ребёнок Константин живёт с бабушкой по материнской линии в Барселоне. Ваня увлекается фехтованием, играет на гитаре и любит футбол. Он хорошо рисует и одно время мечтал стать художником. Спустя пять лет после смерти жены у актёра начался роман с партнёршей по МХАТу Ольгой Литвиновой. Летом 2013 года влюблённые тайно расписались. 3 июня 2016 года личная жизнь Константина Хабенского круто изменилась. На свет появилась дочь, которую назвали Александрой. Вторая дочь родилась у пары в феврале 2019. Поклонники артиста организовали фан-страницу в Инстаграме. Они выкладывают фото и видео с Хабенским, найденные на просторах интернета. Театр и фильмы. После окончания Театральной академии Хабенский не сразу определился с местом работы. Он выходил на сцену Театра Перекрёсток, после чего начал сотрудничество с московским Сафириконом. Появлялся актёр и в Петербургском театре имени Ленцовета. Чуть позже его позвал Олег Табаков на главную роль в спектакле «Мхата. Утиная охота». Затем также последовали главные роли в «Белой гвардии», «Трёхгрошовой опере» и других. Кинематографическая биография Константина Хабенского открылась в 1994 году эпизодической ролью в комедии «На кого Бог пошлёт». Первую награду актёр получил в 2000 году. Это была номинация «Лучшая мужская роль» за образ Юрия Сапожникова в драме «Дом для богатых». Одновременно с этим артист снялся в сериале «Убойная сила». Позднее актёр рассказывал, как неожиданно для самого себя получил роль Игоря Плахова. В этом проекте Хабенский приехал на пробы, уставший после съёмок, поэтому, не имея сил разговаривать с режиссёром, стоял и просто улыбался. Постановщик, взглянув на актёра, неожиданно без проб принял Константина на главную роль. Эта кинолента прославила артиста. С 2002 года в творческой биографии Хабенского начался марафон ярких фильмов. В «Движении», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Статский советник», «Бедные родственники». Неодногратно на экране Константин Юрьевич появлялся в актёрском дуэте с Елизаветой Боярской. Вместе они сыграли в биографической драме «Адмирал» и появились в комедии «Ирония судьбы» продолжения. Невысокого роста, метр семьдесят два сантиметра, при весе семьдесят четыре килограмма, но наделённый незаурядным талантом, исполнитель каждый образ доводил до совершенства. Актёра щедро осыпали званиями и наградами. Лучшая мужская роль в кино, лучший актёр, «Золотой меч». Не только российские режиссёры оценили актёрские способности Константина Хабенского в фильмах, но и Голливуд регулярно делал предложения о съёмках. Эта работа в боевике Тимура Бекмамбетова «Особо опасен» с Морганом Фрименом и Анжелиной Джоли в детективном триллере «Шпион, выйди вон», где Константину досталась роль советского дипломата, а на первом плане играли Гарри Олдман и Бенедикт Камбербэтч. В боевике «Война миров Z» актёр встретился на съёмочной площадке с Брэдом Питтом. На российском экране Хабенский появился в актёрском ансамбле с ещё одной голливудской дивой Милой Йовович. Артисты сыграли в комедии «Выкрутасы», двух влюблённых, готовящихся в свадьбе. Накануне торжества герой Константина попадает в неловкую ситуацию, остаётся в провинциальной школе на правах тренера по футболу. По словам российского артиста, он сумел найти с Милой общий язык, несмотря на присутствие языкового барьера. В 2006 году, словно предчувствуя свою судьбу, артист сыграл в драме «Час пик», где предстал на экране в роли журналиста, который узнаёт об онкологическом заболевании. Его партнёрами по проекту выступили Анна Ковальчук и Катерина Гусева. В 2013 году очередной актёрской удачей стала для Константина Юрьевича главная роль в сериале «Пётр Лещенко». Всё, что было. В фильме об эстрадном певце Хабенский сумел найти применение своему музыкальному таланту. Все песни из репертуара героя артист исполнил сам. Высоко оценён критиками и зрителями фильм-географ «Глобус пропил», за который Константин Хабенский получил премию за лучшую мужскую роль. Этой же награды удостоили актёра за роль в фильме «Коллектор». В сериале «Метод» Хабенский исполнил роль гениального следователя Родиона Меглина. Герой Константина привык работать один, но неожиданно к нему на стажировку присылает выпускницу юрфака Есению Стеклову Паулина Андреева. Каждый последующий проект с участием Хабенского также производит большое впечатление на зрителей. Это биографическая драма время в первых триллер режиссёра Николая Хамерийки «Селфи». Несомненным успехом для фильмографии артиста стал сериал «Троицкий». Хабенский предстал в фильме в образе главного героя Льва Троцкого. В интервью звезда экрана отметил, что испытывал человеческую неприязнь к персонажу, но тот был интересен Константину с точки зрения своих профессиональных качеств. Самым важным событием 2018 года можно считать выход военного фильма «Собибор». Это дебютный проект Хабенского как режиссёра. В картине речь пошла о реальных событиях Великой Отечественной войны. Константин пригласил в ленту и молодых, и давно состоявшихся звёзд. Кристофера Ламберта, Марию Кожевникову, Михалину Ольшанскую, Гелу Месхи и других. Благотворительность. Ещё одна сфера деятельности Константина – благотворительность. Фонд Хабенского помогает проводить лечение детям с онкозаболеваниями и болезнями головного мозга. Создана организация в 2008 году. После безвременной кончины супруги Константин посчитал своим долгом помогать детям с подобными проблемами.